Первый вопрос. Задавайте вопросы, пока я на связи. Задавайте вопросы, отвечу на все, которые смогу. Так, развелась двое детей, тянет друг к другу, все против, исправить можно? Я вопросы читала, поэтому, видите, моя картинка загораживает. Буду вам договаривать слова, которые не видно. Развелась двое детей, тянет друг к другу, все против, исправить можно? Можно все, можно все. Но главный вопрос, нужно ли, зачем вам входить в одну реку дважды? Подумайте о том, что если вы возвращаетесь к предыдущему мужу, возможно, вы лишаете вселенную дать вам то лучшее, что вас ждет, тот опыт, который вас ждет, может быть, выход на другой, на новый уровень. Я понимаю, что первый муж – это зона комфорта, и это тот человек, к которому вы привыкли, и вам с ним проще строить отношения, чем с кем-то новым. Но подумайте о том, нужно ли, можно, исправить можно. Но, знаете, я придерживаюсь такого мнения, что обещания, данные в бурю, забываются в тихую погоду. То есть первое время, безусловно, он будет вам угождать и вести себя так, как ему, как вам удобно. Но потом все равно он станет тем, кем он является на самом деле. Так, следующий вопрос. Надеюсь, я ответила. Следующий вопрос. Если женатик ведет… Блин, как я вот сфоткала, что не видно вопросов. Ладно. Если женатик ведет интим-чат, простила, повтор, что-то, наверное, повторится, наверное, что-то такое, будет ли повторение. Если женатик ведет интим-чат, значит, его что-то не устраивает в его личной жизни. Первое, можно попробовать… Спасибо за ваши сердечки, я вижу. Первое, можно попробовать самой супруге предложить ему поучаствовать в таком чате. А второе, найти причину, почему он хочет переписываться в интимных сообщениях с другими девушками. В чем причина, чего ему не хватает в семье, почему. То есть, если раскопать причину и ее устранить, то вам не понадобится с ним расходиться. И, кстати, большая просьба без претензий, без обид, без оскорблений, без предъяв. То есть, говорить на уровне «я» сообщений с позиции взрослого. Не как будто бы вы мама, а он ребенок, и вы его ругаете, журите, а как будто бы вы на равных состояниях. Я окей, ты окей. Девочки, если есть у вас ко мне вопросы, задавайте. Ура, прямой эфир давно идет. Нет, я только вышла на второй вопрос, по-моему, отвечаю. Так, следующий вопрос. Как ему объяснить, что за мной надо ухаживать? Потихонечку, медленно, не с первого раза доносить, что девушка, каждая девушка имеет определенный подход. Что мне было бы приятно, чтобы мне подарили конфетки. Мне было бы приятно, чтобы ты меня встретил возле дома. Мне было бы приятно, чтобы ты меня проводил. И каждую просьбу ему озвучивать не с позиции «ты должен», а с позиции «мне хотелось бы». И самое главное, самое главное, не ждать ничего взамен. То есть человек вам может дать только то, на что он способен. Только то, чем он наполнен. То, что он может дать. Но он не может вам дать то, чего нет у него внутри. Поэтому без ожиданий, да, объясните ему потихонечку. И не торопитесь. То есть этот процесс будет проходить медленно, поскольку он не привык этого делать раньше. Видимо, его ни мама, ни бывшая девушка, никто его не научил. И он не знает, как. Поэтому здесь не его вина, а здесь, наоборот, его нужно научить. Но для этого вам необходимо терпение. И когда у вас будет присутствовать полное понимание принятия его, то, безусловно, вы получите то, что вы хотите. Красивое. Спасибо. Только у меня сегодня... Нет, про страхи еще не было. Не пропустила. Сейчас будет. У меня сегодня съемки. Я сейчас снимаю свой репортаж. Жду вот Диму, оператора, пока он приедет до вечера. У меня же мастер-класс мой в парке Горького. Лекция в музее истории. Приходите, москвичи, кто еще не успел записаться. Приходите в 7 часов. Я вас жду. Итак, следующий вопрос. Смотрим. Знакомятся только женатики. Что поменять в себе? Знакомятся только женатики. Так, это кто? Дима мой? Нет, это не Дима мой. Ладно. Знакомятся только женатики. Что поменять в себе? Что поменять в себе? Ну подумать о причине, почему к вам притягиваются именно женатые мужчины Возможно, у вас есть вторичная выгода И вы не хотите брать на себя ответственность за отношения То есть где-то на подсознательном уровне, на бессознательном Вы транслируете то, что я не готова быть женой и матерью Я не готова брать на себя ответственность за семью И в таком случае ваше подсознание интуитивно транслирует Что я ищу уже занятых, готовых мужчин За ними не нужно особенно ухаживать Это временные встречи Они в основном всегда фееричные, приятные, сиюминутные То есть встретились, получили оба удовольствия, разошлись Разжигается страсть, вы скучаете друг по другу И безусловно, такие отношения, они эмоционально более горячие И более напряженные, чем если бы мужчина был бы на постоянных правах рядом с вами Поэтому это подсознательная программа Нужно найти ее причину, поработать со своими установками, убеждениями Ой, и причину устранить Дальше Что у меня так Я тут, я тут У него родилась дочь Бороться или отпустить любит Видимо, дочь от брака, наверное, что-то такое в семье Бороться или отпустить Ну, во-первых, мы, девочки, не боремся никогда Мы всегда в потоке, мы в расслабленном состоянии Мы сидим и ждем, когда наше придет к нам само и найдет нас само Но при этом инициативу проявляем Что касается бороться, а зачем вам бороться за чужого мужчину? Ну, любит и любит Ну и что? Может быть, есть Есть резон найти мужчину, который вам подходит Может быть, есть вариант найти того мужчину, который вас будет ценить Который будет вас носить на руках А не бегать от одной юбки к другой юбке При том, что если у него родилась дочь Значит, у него есть отношения с его супругой Вас устраивают такие форматы взаимодействия На роль второго плана вас устраивает Если устраивает Победить можно всегда Бороться можно всегда Вопрос только в том, нужно ли Зачем? Зачем это вам? Какую травму вы проживаете? Травму отвергнутого, травму покинутого Зачем вам, чужой мужчина? Отпустите Это мое мнение Я никогда, слава богу, не связывалась с женатыми Спасибо, боженька, уберег Ну, считаю, что это недопустимо И, если честно, унизительно Никого не хочу обидеть, честно У меня совершенно нет никому предвзятого отношения Я все ситуации, всех женщин, всех людей понимаю И принимаю такими, какие они есть Это ваш выбор, ваше решение, ваша жизнь И ваша судьба Вы сами принимаете решение, как вам поступать Мой совет отпустить Идем дальше Если есть вопросы, задавайте, пока я в прямом эфире Пока Дима приедет, я с вами Как выйти из токсичных отношений? Страдаю, вместе быть не можем Он в исламе Как выйти? Проработать травму жертвы Проработать самооценку, уверенность в себе И любовь к себе Обязательно И вы сами поймете, что такие отношения вас не достойны Если мужчина в исламе, то вам нужно будет, скорее всего, принять ислам Если для вас это недопустимо, то договоритесь с собой Примите решение Не входить в такие отношения впредь И если вы мучаетесь, то уйдите в творчество Уйдите в себя Найдите кайф от уединения с собой И каждый раз говорите себе о том, что я себя люблю и уважаю Именно поэтому я вышла из таких деструктивных, токсичных, разрушительных отношений Не позволяйте себе страдать Не позволяйте Тем более, если вы вместе быть не можете Переключайтесь, отвлекайтесь И ищите для себя новые аспекты в жизни, где вы можете быть реализованы Так, идем дальше Мужчина-чудак Мириться или бороться Это можно изменить Смотрите, вы встречаете мужчину с тем набором качеств Которые у него уже изначально есть Человеку, скорее всего, за 20 Соответственно, 20 лет у него устаканивалось его поведение Его образ мышления, его мировоззрение, восприятие мира Как вы думаете, можно ли это изменить? Конечно, можно, но вы представляете, сколько усилий Сколько энергии вы сольете туда А оно вам нужно Может быть, лучше переключиться на нормального И обратите внимание Если вы 10 раз откажетесь от чудака На 11 вам попадется нормально Это проверено на мне Я знаю это точно Дальше Дальше Отношения на расстоянии Возможны? Да, в нашей жизни все возможно Но, опять же, тут проживание травмы Надо разобраться в причинах Почему вы притянули отношения на расстоянии Как долго они тянутся? Как долго они могут тянуться? Должны тянуться? Возможно, это, опять же, из какой-то травмы Если есть травма, то ее нужно прорабатывать Конечно, возможно Но вы же понимаете, что вы не нюхаете друг друга Не обнимаетесь Не имеете тактильные прикосновения То есть у вас нет обмена энергией вживую Вы постоянно живете в каких-то лишениях энергетических Зачем вам это нужно? Подумайте Если овчинка выделки стоит Если это того стоит Ну, попробовать всегда можно Никто с вас не спросит Разве что вы сами Ну, смотрите Если это отношение 2-3 года Ну, зачем вам такое? Вы же понимаете, что жизнь проходит мимо вас Вам это совершенно не нужно Так, идем дальше Следующий вопрос Как прожить долго с одним мужчиной? Сегодня буду рассказывать на лекции 5 секретов отношений мужчины и женщины Как прожить долго? Постоянно отношения обновлять Делать что-то вместе Уважать друг друга Не оскорблять Не унижать Не обижать Относиться друг к другу очень уважительно И при всех негативных ситуациях Сорых конфликтах Углубляться в достоинство своего партнера То есть Не думать, что он сделал не так А думать о том А что он сделал так Поверьте Его позитивных качеств Будет намного больше того Что вас обидело в данную секунду В данный момент Поэтому, если вы хотите Сохранить отношения надолго То постарайтесь Углубляться чаще В достоинство своего партнера Страх противоположного пола Страх совершить ошибку Я буду сегодня на лекции Говорить о том Что нет противоположного пола Есть дружелюбный пол Это наш дружелюбный пол Наши мужчины Потому что они нам помогают Они нас защищают Они нас радуют И делают нашу жизнь лучше Краше, безопаснее А мы нежный пол Потому что мы им дарим Свои позитивные эмоции Обволакиваем Заботимся И оказываем им внимание И если есть какой-то страх То надо понять причину Почему, скорее всего Может быть, были какие-то отношения До этого Или, может быть, этот страх Связан с тем, что папа Как-то так себя Ну, не так себя в семье вел Если есть вообще какой-то страх Особенно совершить ошибку Ну, совершите эту ошибку И не бойтесь больше То есть, любой страх Требует проживания Если есть страх Идите ему навстречу И сделайте то, чего вы боитесь И тогда Этот страх растворится сам собой Но это не касается интимного плана То есть, не нужно за ночь Менять 10 партнеров И не нужно ложиться в койку Со всеми подряд Пожалуйста, не поймите меня превратно Слышьте мои слова правильно Читайте между строк Страх противоположного Дружелюбного нашего пола Заключается в том, что мы Не владеем информацией Мы не знаем, как правильно себя вести Мы не знаем, как вести достойные Благородные отношения Поэтому появляется страх Будьте в себе уверены Развивайте любовь К себе уверенность Исцеляйте травмы жертвы И если есть страх Не бойтесь Идите ему навстречу Когда мы этот страх проживаем Поверьте, он исчезает И растворяется Так, два вопроса осталось Год не живу с мужем Выгнала, по-моему, из-за измены Как ни думать, ни страдать Теперь ему пофиг Ну, то, что выгнали, хорошо и сделали Так его и надо А чего вы год страдаете? Уже очень много Нужно пострадать месяц-два Пожалеть себя Идти дальше Займитесь собой Отвлекитесь Переключитесь на другую деятельность Найдите творческое занятие Постарайтесь работать Чтобы вам было по душе Творчество, танцы, пение Любое, рисование Рукоделие Все, что угодно Что даст вам энергию Женщина набирается в творчестве Прогулки, вода Принятие ванны Это очень все помогает Смотрите Привет, привет Смотрите Вам не нужно думать и страдать И возвращать постоянно свои мысли В ту ситуацию В ту историю Вам нужно Всю свою энергию Направлять на здесь и сейчас А также на момент в будущем То есть Момент, который Вы держите в своей голове Он и жрет вашу энергию То есть чем больше Вы прокручиваете эту ситуацию Тем больше вы питаете Своей жизненной силой Своего бывшего мужа Вот эти все страдания Себя такую несчастную И туда отдаете энергию А вам нужно питать Своё настоящее и своё будущее Больше мечтайте Верьте в себя Молитесь Всевышнему Он всегда даёт путь Он всегда помогает И как только засекли Как только поймали себя на том Что вы в данный момент страдаете Тут же себя останавливаете И говорите Я себе запрещаю страдать Я меняю свои страдания На позитивные Созидающие мысли Радуйте себя Приносите в свою жизнь Много нового Учитесь гармонизировать Своё бытие И своё уединение И получайте кайф В том, что вы сама с собой Что вы можете Это время Эту паузу Использовать на благо себе И на саморазвитие Помните, что вы у себя одна А мужиков в жизни Может быть очень много О себе не забывайте Итак, последний вопрос Потеря ребёнка Девять недель Анализы в норме Есть, по-моему, двое детей Какие психологические причины Здесь нужно разбираться И копать очень глубоко Девять недель Это внутриутробный ребёнок Или это уже родившийся Девять недель Это сколько? Два месяца Два с половиной месяца Нужно разбираться Не смогу вам так сходу ответить По моему опыту Души сюда приходят И выбирают Выбирают именно тех родителей Которые Могут справиться Именно с этим горем И с этой болью Они выбирают души Тех родителей Которые должны прожить Именно такую ситуацию Это ваша карма Ваш опыт И, возможно, в прошлых жизнях Вы были связаны Именно с этим ребёнком С его душой И сейчас вы ему служите Такой опыт Отпустите Напишите ему письмо Сделайте Технику на освобождение На прощение себя На благословение Этой души И отпустите Не думайте об этом У меня тоже в жизни Были такие ситуации Это нас очень сильно Тянет назад И не даёт душе ребёнка Лететь дальше Куда эта душа Должна лететь Поэтому смиритесь Иногда это так Так, теперь Как убрать это Как убрать Не знаю Как эту штучку убрать Кто знает А, вот, наверное Вот здесь Всё Я вроде ответила На все вопросы Которые были Если есть какие-то Дополнительные вопросы Пожалуйста, задавайте В директ Я их разложу Либо в сториз Либо сделаю видеоответ Дима, оператор Ещё не приехал Хотя я его жду И жду И уже Алёна там ждёт Так неудобно Не люблю задерживать людей Просто Буду знать на будущее Вот Я вас обнимаю солнцем Грею своей любовью С вами была Наиля Берарова Ваша птица счастья Пересмотрите первый прямой эфир Он с телепроекта На ТНТ С Ольгой Бузовой Свадьба на миллион С моим участием Всё, вечером постараюсь Выложить вам сториз С нашего Мастер-класса Всех обнимаю Целую Пока, дорогие Пока Субтитры подогнал «Симон»